Здравствуйте! В студии Андрей Фадеев. Это новости Верхнекамья. И вот главные темы выпуска. Еще один день без воды. БВК не может найти причину порыва на околице. Мутная история. Горожане жалуются на плохое качество воды в бассейне «Кристалл». Мы приехали на место и прояснили детали. Запрыгивайте в последний вагон. Регистрация на премию уличной культуры «Карда» в Пятигорске продолжается. Еще буквально несколько дней и березняковцы начнут закупаться коромыслами, чтобы было удобнее ходить за водой. Ведь сейчас этого ресурса лишены жители 134 домов города. Нет воды также в шести садиках и двух школах. Из-за чего березняки страдают вот уже третьи сутки подряд, узнала Кристина Придеина. Третий день подряд половина жителей березняков сидит без воды. Из кранов не течет даже холодная. С 15 по 17 марта было уже несколько отключений. То есть воду на время давали, а спустя несколько часов краны снова пересыхали. Как утверждают специалисты Березняковской водоснабжающей компании, за эти дни произошло две аварии. Но устранить их все до сих пор не удалось. Первая сильная авария, поднявшая волну негодования по всему городу, случилась еще в воскресенье поздно вечером. Рядом с домом на юбилейной 26 лопнула задвижка. Из-за этого 107 жилых домов, три школы и 10 садиков остались без воды. В итоге к вечеру понедельника проблемы устранили. А пока БВК бросали все свои силы на ЧПУ «Мелодии», околица тонула. Из-за этого жители носили питомцев на прогулку на руках. Да и самим, чтобы остаться сухим, приходилось надевать резиновые сапоги. Без воды 134 дома, в том числе и две школы и шесть садиков. Еще 15 марта в 7 часов утра Березняковская водоснабжающая компания узнала об аварии на околице. Работы начали в этот же день и поздним вечером. Но вот спустя двое суток проблема до сих пор не решена. Сейчас на месте аварии работают специалисты Березняковской водоснабжающей компании. По всей видимости, техника еще только пытается добраться до коммуникаций, чтобы узнать причину аварии. Изначально аварию обещали ликвидировать еще к 6 утра среды, но сегодня срок продлили до 16 часов дня. Чтобы березняковцы могли набрать хотя бы немного воды для домашних нужд, БВК организовали подвоз. Всего по городу ездят три такие цистерны. А как не устала я сидеть без воды? Если у меня еще коты, два цивильных, куда деваться? Мы ничего не знали. Как узнать-то это было? Люди-то не знают даже, что приехала бочка с водой. Кстати, плохо известили людей? Да очень плохо. Это вообще безобразие. Объявления повесили вообще где-то в 4 часа, а уже не было воды. В обещанные 4 часа в домах вода не появилась. Оказалось, причина аварии на околице до сих пор не найдена. Сейчас мы пытаемся еще докопаться до места повреждения. Производится выборка мерзлого грунта. Мы ищем место порыва. Пока мы не увидим место порыва, мы не можем определить характер повреждения и делать дальнейшие прогнозы по срокам устранения. У нас сейчас утвержден график подвоза воды на вечер и время ориентировочного устранения – это 22 часа сегодняшнего дня. К слову, обещанные коммунальщиками сроки очень примерны. Ведь если к этому времени вновь не найдут причину аварии, полгорода так и будут сидеть без воды дальше. Обновленный график подвоза вы сейчас видите на экране. Кристина Придеина, Степан Некрасов. Новости верхниками. А вот следующая проблема, с которой столкнулись горожане – сезонная. С наступлением оттепели крыши в старой части города становятся опасными. Надо отметить, что этой весной управляющие компании пока справляются с основной угрозой – снег и налить, кровель убирают исправно. Правда, вот снег скидывают, а с тротуаров его не вывозят, сообщили нам сегодня наши телезрители. И людям приходится становиться участниками игры «Царь горы» и пробираться сквозь завалы. Сюжет Екатерины Зибзеевой. Замечательная дорога. Век бы так ходила. Но неужели сразу нельзя подготовить, чтобы сразу и почистить. Скинули снег с крыши и все оставили. Ходьба с препятствиями. Рядом с Ленина 45 прохожим приходится пробираться через снежную кашу вперемешку с глыбами льда. Снег с опасной крыши скинули еще вчера, но убрать почему-то забыли. О-о-о! Я просто помню! Когда приходится пробираться через такую кашу, возникает вопрос. А почему снег не убрали? И вообще, кто его должен убирать? Это снег не с неба. Это именно снег возник в рамках какого-либо воздействия. То есть, именно если эту работу производила управляющая компания в отношении дома, которым она управляет, тем самым она должна убрать снег. Почему? Потому что данный снег, он воспрепятствует продвижению людей, машин. Буквально через два часа после съемок на Ленина 45 появился долгожданный трактор. Начало положено. А ведь такая ситуация не только на Ленина 45, но и на Олега Кашевого 12. А ведь рядом находится рынок. Вместо дороги сплошные сугробы. А ведь здесь ходят дети, пенсионерки и домохозяйки. Почему дороги-то нет? Все в снегу, вон там же все почищено, а тут нет. Почему? А часто здесь ходите вообще? Я на рынок иду. Буквально через дорогу на Олега Кашевого 9 картина аналогичная. Мочить ноги мало кто хочет, поэтому некоторые просто обходят все это безобразие по проезжей части. Так и до беды недалеко. Эти дома по Олега Кашевого 9 обслуживает управляющая компания ШПЭТ. Там большому погрузчику развернуться негде. Там нужен трактор с ковшиком, чтобы снег перевезти с одного места в другой. Вот как нашли трактор, так и заказали. Если бы это была задержка неделя, месяц там и так далее, я понимаю. Вчера почистили, сегодня чистим трактором. В чем проблема? Там люди обходят по проезжей части. Ну и что? И что дальше? Как нас уверила управляющая компания, работы уже ведутся. Правда, директор ШПЭТа нервничала зря. Ведь в целом коммунальщики молодцы. Основная работа все-таки выполнена. Крыши почищены. А значит, по этим улицам ходить безопасно. Но правда, неудобно. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости верхняками. В минувшие выходные сразу в нескольких березняковских пабликах горожане выражали свое возмущение по поводу мутности и неприятного запаха воды в бассейне «Кристалл». Сегодня наша съемочная группа отправилась в спортивное учреждение, чтобы на месте выяснить, что не так с водой. Бассейн не чистится, дно все в темной слизи, вода зеленая, неприятный запах. Я полгода не ходила в бассейн и ужаснулась от цвета воды. Болото. Я в шоке. Вода очень грязная. Никогда такого не видела. Куда катится вообще наш город? Вода пахнет илом. Это лишь малая часть гневных комментариев, посыпавшихся от горожан в соцсетях. Сегодня мы отправились в бассейн «Кристалл», чтобы узнать, есть ли проблема с водой и как руководство спортшколы следит за ее качеством. Со слов директора «Кристалла» Елены Прибытковой, раз в две недели вода из большой чаши проходит лабораторный анализ у специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Пермского края. Вчера по почте мы получили свежие протоколы. Отбор воды происходил 11 марта. Нет ни одного отрицательного результата. То есть то, что есть определенные отложения на дне бассейна, они никоим образом не влияют на качество воды. Также буквально три дня назад мы восстановили работу аэрационного насоса. Не исключено, что неисправный насос мог стать причиной постороннего запаха от воды или изменения ее цвета, о чем писали недовольные горожане. Но сегодня, во время нашего визита, в бассейне никаких неприятных запахов мы не уловили, да и цвет воды не был зеленым. Мути мы тоже не увидели. А вот плитка на дне бассейна действительно показалась нам грязной. Отложение в воде – это некая пыль в связи с тем, что плитка достаточно старая в бассейне, верхний глазурированный слой уже с плитки снят с течением времени. Поэтому получается ежедневно за счет того, что проходит большое количество посетителей, вода двигается, соответственно, все больше и больше нарушается вот эта плитка. Соответственно, вот эта пыль, она вся отлагается на дне бассейна, то есть она не поднимается вверх. Телезрители наверняка зададут вопрос, а почему нельзя почистить плитку от отложений. Решение этой проблемы руководство бассейна «Кристалл» уже нашло. Что касается состояния дна чаши, то уже сегодня вечером приедут приглашенные аквалангисты, дайверы и будут вручную очищать дно. Но это еще не все. В апреле планируется приобретение донного пылесоса, который в автоматическом режиме будет скользить по дну бассейна и, соответственно, убирать все лишнее, в том числе и какие-то мелкие детали, которые могут оказаться на дне. Этот донный пылесос будет работать в вечернее ночное время, когда в бассейне нет посетителей, и работать он будет каждый день. Мы, конечно, не можем на глазок определить бактериологический и химический состав воды в данную минуту. О качестве воды лучше скажут обычные посетители бассейна. Скажите, как вода вам сегодня? Нормально, как обычно. Как вам вода сегодня в бассейне? Прекрасная водичка, очень комфортно. Как вам вода сегодня в бассейне? Нормальная, хорошая, если не стоишь. Если не стоишь, нормально, так классно. Сегодня мы узнали, что в этом году бассейн готовится к большому ремонту. На мартовском заседании городской думы будет рассмотрен вопрос о выделении денег на эти цели. В первую очередь планируется полная замена плитки внутренней части бассейна и ее гидроизоляция. Также в планах модернизация системы водоподготовки. Это в том числе насосы, которые помогают улучшать качество воды и гоняют ее, чтобы она не застаивалась. Если выделение средств будет одобрено, то на время капитального ремонта бассейн будет закрыт на длительное время, от полугода до года. Зато потом любители плавания смогут воочию убедиться в чистоте воды на фоне свежей плитки. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. А теперь о происшествии. Березняковская полиция просит горожан оказать содействие в поиске подозреваемого в краже. Нынче любители легкой наживы не брезгуют ничем. Мужчина пошел на дело не на темной улице, а в больнице. Кража случилась в поликлинике на улице Ломоносова, 102, 22 января около 9.30 утра. Вот этого мужчину, одетого во все черное, полицейские подозревают в хищении дамской сумочки. Женщина оставила ее на сиденье в вестибюле, на минуту отвлеклась на ребенка, а вернувшись к сумке, не обнаружила ее на месте. Самого момента кражи на этом видео нет, но правоохранители подозревают в преступлении именно этого человека. Ущерб женщина оценила в 3400 рублей. И за эти деньги воришка может поплатиться свободой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские просят всех, кто узнал подозреваемого или тех, кто что-либо знает о его местонахождении, позвонить по телефону 21 17 08 или 02. Обещанного не то что три года, десять лет ждут. Именно столько времени собственница участка в Орле пытается построить дом в поселке, но никак не может. Почему, расскажет Елена Силакова. Молодая мама Ольга Спицына 10 лет назад купила участок в Орле. Ольга увидела на этом месте свой будущий дом, красивое место на берегу Камы, сосны, чистый воздух и хорошие соседи. Именно здесь она мечтала построить свой дом. Для того, чтобы ей возвести постройку, нужно было поменять назначение земли с коммерческой на землю под индивидуальное строительство. Было такое, что это санитарная зона и природоохранная прокуратура проводили проверку, показали, что там нет никаких санитарных зон. То есть то, что было за 10 лет, рассказывать можно многое, но на сейчас ничего не препятствует, никакие ошибки, я надеюсь, для принятия индивидуального жилого строительства на моем земельном участке. В 2018 году близлежащие поселения объединились в один городской округ. Ольга написала заявление уже в Березняковскую администрацию и, наконец-то, у нее появилась надежда, что вскоре она построит дом. Ей сказали ждать публичных слушаний и вот время пришло. Уже две недели, как проходит слушание по населенным пунктам. И Ольга, как собственник, также подала заявку, чтобы перевести землю под индивидуальное строительство. В частности, какой-либо проблемы, которая относится к своему земельному участку, то как раз инициатором возможен только тот собственник, кому принадлежит данный земельный участок. Публичные слушания организованы для того, чтобы навести порядок в градообразующей документации и проходят они по всем населенным пунктам муниципального округа. Инициатором рассмотрения своего вопроса на публичных слушаниях может быть только собственник земли. Это физические лица, коммерческие предприятия или муниципалитет. Все зависит от того, кому принадлежит участок. В частности, будут обсуждать и вопрос Ольги на собрании в Орле. Жители выскажутся о том, согласны ли они, чтобы в Орле появился еще один частный дом. Ход слушаний занесут в протокол, а после окончательное решение будет принимать Городская дума. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекомья. В марте нас ожидают первые грозы. В Березняки пешком идет знаменитый путешественник. Что еще сегодня обсуждают березняковцы, расскажем в нашей постоянной рубрике «Новости коротко». В Пермском крае в марте обещают грозу с молнией. По данным метеорологов, случится это из-за того, что после потепления снова похолодает, а потом опять придет плюсовая волна. Ориентировочно 24 марта на Пермский край брушится сильный ветер с порывами до 16-17 метров в секунду. С сегодняшнего дня плюсовая температура коснулась уже северных территорий. Чердень, Красновишерск увидят на своих термометрах плюс 2 градуса. А вот у березняков не столь радужные перспективы. У нас пока минусовая на градусниках. Ну а разряды молний и раскаты грома, скорее всего, увидят только жители Октябрьского района. Хотя, кто знает, синоптики ошибаются редко, а всего лишь раз в сутки шутят в народе. Всем привет! Мира, добра! И в наши края за новыми впечатлениями прямо в эти минуты шагает путешественник, который уже 2,5 года пешком идет через всю страну и ведет страничку в интернете. Андрей Шарашкин прошел уже больше 23 тысяч километров. И это только часть его большого пути. Лезя по России, он интересуется достопримечательностями, заходит в музей, изучает историю и с удовольствием слушает житейские рассказы простых людей о том месте, где они живут. Березняки Соликамск путешественник запланировал одним из пунктов на своем пути. Сюда бегом, бегом в этот газет, бегом, бегом в газет, бегом! Люди в газет, бегом! А вот наша Яева с медведями, свободно разгуливающими по городу, переплюнул Нижний Вартовск. Вот эти кадры сегодня обсуждает вся страна. Этим утром внушительных размеров Мишка гонял по улицам прохожих. Люди спасались бегством и залазили на крыши остановок. Бурая медведица сначала металась на автобусной остановке, затем спугнула мужчину, который разговаривал по телефону, а затем рванул на проезжую часть и была сбита городским автобусом. Впрочем, зверь тут же встал и ушел, пугать народ дальше. Несколько часов косолапого ловили пять нарядов полиции. Никто не пострадал. Власти Нижневартовска отчитались, что зверя изловили медведицы примерно полтора года. Она хорошо откормлена и привыкла к людям. До побега жила в вольере на территории гостиницы. В отношении хозяина начата доследственная проверка. Новости коротко подготовила Вера Андреева. Время продумывать список продуктов и меню на следующую неделю. К нам в город едет проверенный поставщик камчатских деликатесов – рыбак Камчатки. Рыбак Камчатки – это проверенные свежие деликатесы из самого сердца Дальнего Востока. Поставщик славится на весь город своей вкусной продукцией, которую он готовит сам непосредственно перед приездом. Рецепт соления и копчения рыбак Камчатки тщательно выверял годами, поэтому нежные балыки тают во рту. Все благодаря рецепту копчения в красных каменных печах на опилках яблони, ольхи и вишни. Не оставит никого равнодушными малосольная чавыча или настоящая красная икра. А если вы привыкли готовить сами, тогда загляните в морозильные камеры. Там стейки и полутуши, чавычи, белорыбец и палтуса и других камчатских вкусностей. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» гостит у нас на следующей неделе с 22 по 26 марта в ДК имени Ленина. После рекламы мы расскажем, почему прокуратура смотрит будущие избирательные участки и как заявиться на премию уличной культуры Карда. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами. 19 сентября 2001 года в России единый день голосования. Нам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы. В Пермском крае также в это время пройдут выборы в законодательное собрание. Хоть и до дня ИКС осталось 5 месяцев, прокуратура уже проверяет помещение, где расположатся избирательные участки. Здесь вот соответствует вот эта входная группа. Как вы считаете, подъедут колясочники, смогут правильно? Тут все расположено, угол уклона. Что у нас, перила, да, мы смотрим. Каким образом вообще, как вы считаете? Дворец «Портотемп» – один из будущих избирательных участков. Старший помощник прокурора Березняков Наталья Аксенова вместе с представителями общества инвалидов и администрации города тщательно отсматривают входную группу. Процедура голосования должна быть доступна для всех жителей России вне зависимости от возможностей здоровья. Делегация проверяет, насколько доступно помещение для инвалидов. Мы уже были и в деревнях, и в Щекино, и в Щепково, и в Легино. Есть общие сведения о нарушениях, которые устранимы. И устранимы достаточно быстро. Например, в некоторых объектах не была приобретена кнопка вызова для инвалидов. И нам уже отзвонились даже директора школ, образовательных учреждений, которые ее незамедлительно приобрели после нашего буквально ухода. Наталья Аксенова подчеркивает, что проверка проводится заблаговременно именно для того, чтобы у собственника помещения было время устранить все недочеты. Пока небольшие замечания есть, но они поправимы. В целом же будущие участки полностью доступны для маломобильных групп населения. А тем временем в городе продолжает свою работу выставка продажи компании «Сандалов». Где в этот раз можно найти любимого производителя и до какого числа можно будет купить мед, расскажем далее. На календаре уже середина марта. Вот-вот на Урал придет долгожданная весна. И многим людям именно в это время года очень хочется творить, осваивать карьерные вершины и находить новые хобби. А чтобы на все свершения хватало сил, нужно укреплять свой иммунитет и здоровье в целом. Например, стакан теплой воды с медом с утра может зарядить вас энергией на весь день. Также в придачу от этого коктейля вы получите еще витамины и аминокислоты. А в зависимости от медоноса, лакомство еще может и обладать антисептическими, успокаивающими и антибактериальными свойствами. При этом этот сладкий янтарь можно даже диабетикам, будущим мамочкам и детям. А также мед можно и в пост. К слову, сейчас у православных христиан идет уже третий день воздержания. Мне нравится дунник, акация, мед. Вообще по жизни. И поэтому я его и выбрал. Просто пью чай с медом, как все русские люди. Кто с малиной, когда с малиной, когда с медом. Вот так. А в готовке не используете? В выпечке, может быть? Ну, если только с блинами. Вот так. Но маслина закончилась, так что и мы перейдем к посту. А вот для любителей сэкономить в марте Сандалову устроили сразу три акции. Одна из них – товары месяца. В этот раз скидка от 30 до 40% выпала на сорта полевой, лесной, донниковой и букет Кавказа. В марте их можно купить всего от 250 до 420 рублей за килограмм. А также на остальные сорта у нас действуют другие акции. При покупке одного килограмма вы получаете 1 килограмм полевого меда в подарок. А если вы покупаете 2 килограмма меда, то третий килограмм любого меда на ваш выбор вы забираете бесплатно. Напомню, компания Сандалов уже приехала в Березники и пробудет у нас до 19 марта включительно в ДК «Металлургов». А уже в эти выходные кировские пчеловоды отправятся в Соликамск. 20 и 21 марта их можно будет найти в ДК «Завода Урал». Кристина Придейна, Новости Верхниками. До 25 марта продлена регистрация на участие в премии стрит-культуры «Карда». Больше недели у березняковцев в том числе есть возможность заявиться и рассказать о себе. Подробнее о событиях, которые называют Оскаром в сфере уличного стиля, расскажет Екатерина Зибзеева. Воркаут, брейкинг, паркур – все это и не только стало неотъемлемой частью «Карда». Это первый в мире проект, который поддерживает уличную культуру, спорт и даже искусство. Четыре года в одном месте собираются тысячи ребят, по-хорошему, сдвинутые на своем хобби. Участников ждет крутое общение и обмен опытом. А еще солидные выигрыши. Например, в том году победитель в каждой номинации их было 10, получил полумиллиона рублей. А некоторые даже забрали рекламные контракты и стали лицами известных брендов. Участвовать может любой человек, увлеченный стритстайлом. Для всех, кто не успел заявить о себе, время еще есть. Регистрация на главный уличный проект продлена до 25 марта. На самом деле, не в призах дело, потому что вот это уличное сообщество, оно очень дружное. И это поможет людям из разных регионов, из разных стран заниматься любимым делом, общаться и делиться своим опытом, своими мыслями, своими эмоциями. В этом году конкурс стал международным, но проходить будет все так же у нас, в России. В этот раз в Пятигорске. Состав жюри пополнится судьями из Америки, Бразилии, Румынии и других стран. С 19 по 23 мая для всех любопытных глаз будут устроены батлы. В этот раз конкурсных направлений стало еще больше. Целых 13. Среди них брейкин, скейтборд, хип-хоп, граффити и многое другое. От березняков желающих становится все больше. Пару дней назад заявился на кардэй тренер Эдуард Жулудев, который не может жить без воркаута. Это уже не какие-то там краевые соревнования, какие-то городские, которые организовываешь сам ты, которые организовывают твои знакомые. Это масштаб. Масштаб совсем другой. И здесь нужно готовиться масштабней. Здесь нужно готовиться серьезно. Но прогресс идет, ничего страшного. Готовимся. У нас еще дома два месяца, так что все еще впереди. В общем, поглядеть будет на что. Как и поболеть за наших. Пять дней в Пятигорске. Ну чем не отличный отпуск? Танцевать брейк-данс я, конечно, не умею, но вот посмотреть, как это делают другие, я всегда рада. Поэтому я зарегистрировалась как зритель на сайте cardoaward.com. Достаточно оставить там свое имя, фамилию и контактные данные. Все занимает не больше минуты. Ну а если вы активно занимаетесь развитием современной культуры и спорта, вам обязательно нужно стать участником. Первое, с чего стоит начать, это, конечно, записать видео визитку, подготовить портфолио со своими наградами и достижениями и, конечно, зарегистрироваться на сайте автоматической информационной системы молодежи России. Его адрес вы видите на экране. Ну а если у вас возникнут трудности, обращайтесь напрямую к куратору карда в Привозском федеральном округе Ксении Калугиной. Эта инициативная девушка всегда поможет. Времени осталось очень мало. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости вертниками. Если вы неравнодушны к жизни березняков, то снимайте на видео городские проблемы или интересные события и становитесь участником нашей акции «Мобильный репортер». Победитель рубрики получит сертификат в ресторан на 3000 рублей. Свою новость вы можете отправить нам на почту tnt.news собакамайл.ру или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Перед выходом из дома зарядите телефон, ведь часто лучшие кадры делают именно с помощью смартфонов, а не профессиональных камер. Наш выпуск подошел к концу. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго. Будьте здоровы. Внимание! Открыт новый салон двери-окна «Кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Спонсор прогноза погоды «Рыбная лавка. Рыбак Камчатки». С 22 по 26 марта в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор прогноза погоды «Мед» от компании «Сандалов». С 13 по 19 марта выставка продажа в ДК «Металлург». Вновь открылся магазин «Светофор» на улице Ключевая, 51. Совершайте покупки и участвуйте в розыгрыше суперпризов. Восемнадцатого марта на территории Верхникамья синоптики прогнозируют пасмурную погоду, вечером и ночью небольшой снег. В Александровске и Кизеле минус один градус, в Соликамске минус два. В Березняках в четверг температура воздуха ночью минус семь градусов, в дневные часы минус два. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный три метра в секунду. Восемнадцатого марта солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Внимание! Новый салон Кудесник Парижской коммуны 54. Стальные и межкомнатные двери, украшения и защита вашего дома. Доставка, качественный монтаж. Первым покупателям установка в подарок. Новый салон Кудесник Парижской коммуны 54. Дальневосточные морепродукты. Чавыча, Кижуч, Красная икра от компании Рыбак Камчатки. С 22 по 26 марта. Город Березняки, ДК Ленина, улица Ленина, 50. С 13 по 19 марта в ДК «Металлург» выставка продажа меда от компании «Сандалов». Акция «Купи 1 килограмм акционного меда и получи килограмм полевого меда в подарок. За 2 килограмма третий килограмм любого меда в подарок». Внимание! 15 марта вновь открывается магазин «Светофор» Ключевая 51 за зданием ГИБДД. Совершай покупки весь месяц от 3000 рублей и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ждем вас!